Здравствуйте, Шахмалек! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Повод для нашей встречи, он замечательный. Прошла премьера вашего спектакля. И даже, наверное, не спектакль, это спектакль, театральная постановка с элементами кино, «Отпуск по ранению» пьеса. И вы дебютировали как режиссер-постановщик, не только как актриса. Хотелось бы узнать, чем обусловлен выбор этой постановки и какую цель вы преследовали? Эта тема сейчас очень достаточно популярна. И очень многие режиссеры-постановщики ставят пьесы, точнее, спектакли на такую тему. Но до сегодняшнего момента ставили спектакли именно касательно времени Великой Отечественной войны. Изначально наша пьеса «Отпуск по ранению» охватывала именно эту эпоху времени. Но когда уже наступил такой момент, что вот мы будем ставить спектакль касательно военной темы, я решила, что было бы, наверное, лучше в сегодняшнем времени ставить именно тему про СВО. Я понимаю, что тема достаточно сложная, животрепещущая, местами неоднозначная для многих людей. Понимала, что, возможно, мне придется столкнуться со множеством разных сложностей, потому что то, что происходит сейчас на СВО еще не закончилось. И я все-таки хотела, чтобы в сегодняшнем времени мы уже начинали ставить что-то такое, что охватывает сегодняшний исторический отрезок такой. Потому что все-таки сейчас творится история, и хочется говорить уже о настоящем времени, а не о том, что уже было. Это первый момент. Второе — говорить о том, что происходит сейчас, с другой стороны, очень легко, потому что мы, как ни крути, являемся свидетелями многих разных событий и встречаемся с людьми, которые были там, и уже не понаслышке знаем, что это и как это можно показать другим людям. И так как это была все-таки моя первая дебютная постановка, я понимала, что, наверное, о сегодняшней ситуации я расскажу, наверное, лучше, чем о том, что было почти сто лет назад. Почему я решила, что можно попробовать из этого сделать киноспектакль? Потому что очень много материала, который мы можем взять и превратить в некий симбиоз кино, и спектакль. И в Карачао-Черкесии доселе возьму на себя такую ответственность, сказать, что я такого еще не видела. И мне хотелось попробовать что-то новое. И эта тема, думаю, откликнется очень многим людям тем, чьи сыновья, отцы, братья, мужья находятся на передовой. Потому что очень сложно, наверное, сейчас жить в какой-то праздности. И даже если мы хотим показывать людям какое-то свое творчество, в этом творчестве через искусство хочется воспитывать и патриотизм, хочется говорить о делах насущных и о том, что сейчас волнуют очень многие сердца. Сначала мы просто проводили читки, мы играли на сцене, прорабатывали каждую сцену, мизансцену, думали, как же нам это все сделать. И где-то, когда оставалось совсем немножечко времени, мы начали снимать. То есть мы репетиции проходили не так просто, не так, как обычно они проходят, если ты ставишь обычную просто театральную какую-то театральную постановку. Потому что здесь нужно репетировать и на сцене, репетировать с экраном, поминутно засекать каждую сцену. В этом плане было, конечно, сложно. Моментами казалось, что я не справлюсь, но думаю, что все прошло хорошо. Я знаю, что вы играете в театре в Ногайском, как актриса. Насколько вам было комфортно в роли режиссера-постановщика и как эти матерые, взрослые актеры воспринимали вас, столь юного режиссера? Да, я играла в этом киноспектакле, я его ставила. Вначале, знаете, было, конечно же, легче все-таки играть, потому что играю я достаточно давно на сцене и в театре. Ставила впервые. Но для меня это был очень интересный опыт и вот эта вот жажда понять и познать то, как увидеть эту кухню с другой стороны. Она тоже как-то меня сподвинула на то, что мне со временем стало даже интереснее, я вошла во вкус. А работать с актерами было не так уж и сложно, потому что мы с ними уже давно все вместе в одном театре. Мы друг друга знаем, это целая большая семья. И как бы в семье все очень просто и все очень сложно, но мы, думаю, что справились все вместе. Я считаю, что это труд не только режиссера-постановщика, но и тех людей, которые согласны вместе с тобой играть в этой истории. Я, когда взялась за эту идею поставить этот спектакль, честно говоря, думала, как же это вообще все будет, потому что многие артисты, которые служат в нашем театре, они уже там давно, еще до того, как я пришла. Многие из них, можно сказать, воспитали меня, потому что я росла вместе с ними. Когда я пришла в театр, мне было всего лишь 18 лет. И у каждого взрослого артиста ты всегда чему-то учишься. Но если артисты профессиональные, они всегда понимают четкую иерархию между тем, кто ставит спектакль и между тем, кто его играет. Поэтому у нас с этим проблем, к счастью, не было. Скажите, пожалуйста, как зритель принял вашу премьеру? Зрители приняли прекрасно эту постановку. Я, честно говоря, не ожидала такого теплого ответа, так скажем, от них. Было очень много людей, чьи родственники как раз-таки были там, на передовой. И их эмоции, конечно, чувствовались. Шахмалик, а когда будет сам показ спектакля? Следующий показ нашего спектакля «Отпуск по ранению» мы планируем 26 сентября в филармонии. Будем ждать всех. Приходите. Это будет очень интересно. И думаю, что запомнится очень многим. Я благодарю вас за интервью. Я желаю вам успехов на вашем творческом пути и побольше премьер. Спасибо. 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 Спасибо.